Объем знаний, которыми люди в плане интернет-рекламы обладают, он, конечно, очень скуден. Причем, я не говорю рекламодателя, даже о тех, кто рекламу продавил. Когда учишься в университете, вообще не понимаешь, откуда там деньги или чем ты будешь заниматься. Первая запись у меня в трудовой книжке – это грузчик, а вторая – руководитель отдела банка. На интервью меня спросили, чем ты хочешь заниматься, ну, я, естественно, сказал, что хочу заниматься какой-то человек кредитом. Потому что тогда, опять, было сложное понятие, что же еще делает банк. А занимаешься работой менеджера, то, в принципе, для тебя уже нет никакой разницы, руководишь ты банком или руководишь ты колбасным цехом. Тебе 30 с лишним лет, ты уже должен быть человеком таким инертным, правильно, консервативным. Даже ты пошел в интернет. А вот решили, что надо сделать опцию угостить баурсаком. Подумали, что это резко поднимет, значит, какую-то активность в социальной сети. Ну, сделали угостить баурсаком. Ну, так подмигивали, так подмигивали. Инвестиции в интернете – это инвестиции в людей. Сколько, Вася, сутки ты работаешь, часов? Ну, не знаю, наверное, 14. Окей. У Васи Ульянов. Наша программа началась нервным, как это смешком Ульянова. Дамы и господа, у нас сегодня в программе, я не знаю, ну, как по мне… По чесночку. По чесночку, да. Одна из самых одиозных наших фигур казахстанского интернета. Слава Нерву. Да. И Василий Ульянов. Почему? Потому что я наблюдаю этот феномен, вообще, как бы, я по-другому сказать не могу, уже, наверное, полтора года. У меня даже есть визитки директора по развитию сайта Нурки и Зет. То есть ты их не раздавал. Ну, я почему какие-то раздал. И мы продолжаем показывать разных людей, которые делают сегодняшний, как бы, казнет. И не показывать в этом контексте Ульянова, ну, просто, я считаю, преступно и неправильно. Потому что много разных мнений существует, но, тем не менее, факт и упрямая весь. Как бы, один из самых успешных стартапов в стране, который коммерциализируется. На базе Нурки и Зет создана команда очень ярких менеджеров по продаже. Сабир, привет! Вот. Не, ну, а что? Которые наступают на пятки абсолютно, как бы, всем. Ну, торгуют же, как бы, все хорошо вообще, Вась. Ты доволен вообще всем, чем происходит? Ну, сложно сказать. Давай. Скорее, я терпимо отношусь к тому, что происходит. Ну, да. Ну, планы были более амбициозные. Да уж, куда дальше, Васенька. Ну, у тебя и так первая цифра по каунт зеро. Продажи нету, наверное, может только колеса посопротивляться, да, то есть по суммам продаж. Какие амбициозные? Президентом республики Казахстан ставить? В смысле, куда еще? Ну, давай, расскажи про амбициозные планы. То есть я, может, что-то недопонимаю. Да дело не в продажах. То есть продажи – это та вещь, на которую, наверное, не совсем правильно ориентироваться в первые два года создания твоего интернет-проекта. Ну, то есть это же не парикмахерская, которую ты открыл в торговом центре, правильно, и не булочная во дворе. Самый ключевой показатель – это все-таки объем аудитории, рост рынка, его темпы, вообще характеристики. Вот у Яндекса, я так понимаю, что продажи там в десятки, может быть, сотни раз меньше, чем у Mail.ru в Казахстане. И их это совершенно не тревожит. Там стоит им захотеть, и через год, я думаю, что они составят достойную конкуренцию. Ну, и, наверное, составят. Поэтому понятно, что для любого проекта, особенно если это диджитал проект, первые три-четыре года важно, как ты говоришь, не рубануть, как бы собрать лояльных пользователей, сделать нормальный качественный продукт, сервисы. И в этом плане мне казалось, что интернет-проектирование будет расти быстрее, чем оно растет сейчас. Ну, хотя, как бы, я жаловаться. Все равно объем, количество казахстанских пользователей достаточно велико. Ну, тем не менее, оно все равно еще даже 50% проникновения нет. И, да, и я почему-то питал иллюзию, что вот рынок вырастет в 10 раз, когда-то вот-вот вырастет, когда-то. Но я так понимаю, что этого не случится. Ну, не так скоро случится. Ну, да, и в будущем году он не сильно вырастет, ну, если говорить о рекламном рынке, и, наверное, и через два года, не быстро это все будет. Да, что мы хотим от этого рекламного рынка, да, то есть мы, ну, что хотим от рекламного рынка, вот давай вот, интересный вопрос, что мы хотим. То есть, ну, зачем нам надо, чтобы он вырос там в три раза, то есть, ну, по большому-то счету. Ну, пускай не растет. То есть, ну, нет? Ну, если ты занимаешься бизнесом, а не чем-то иным, да, то есть у нас же помимо бизнеса есть другие варианты, да, там, благотворительность, там, кража. Да, да. Ну, все занимаются одним и тем же, но все де-факто занимаются разными вещами. Если ты занимаешься бизнесом, то все-таки твоей целью должна быть прибыль, да, это вот если толковый слователь посмотреть, чтобы была система по зарабатыванию денег и по развитию проектов, иметь рынок в той форме, в которой он сейчас существует Казахстане, конечно, недостаточно. То есть, это вырастет он, ну, что мы переживаем? То есть, есть же эта тенденция, то есть, компании сейчас пошли в интернет, по большому счету. Другой вопрос, их там, встречает их там тоже много людей, которые там с хлебом, солью, вот, мы готовы взять ваши деньги. Вот, другой вопрос, что мало кто пока знает, вот, а как правильно проводить компанию в интернете, вот, вот, с твоей точки зрения? Вот, что бы ты посоветовал, допустим, тем клиентам, которые пока еще не в сети, но они достаточно представлены на рынке, там, другом, оффлайн рекламы, и вот они хотят в интернет. То есть, вот, что им? Сидит вот сейчас девочка, в общем-то, наверное, с сетью знакомая, ну, вот, менеджер, да, этой компании. То есть, вот, что ей нужно? Что бы ты ей посоветовал вообще? Посоветовал бы думать своей головой, а не чужой. А вообще... Ну, это хорошо, это хороший совет. Вообще, ну, поскольку объем знаний, которыми люди в плане интернет-рекламы обладают, он, конечно, очень скуден. Причем, я не говорю о рекламодателях, даже о тех, кто рекламу продает. И, как правило... Я нормально, я абсолютно с этим согласен. Мы в некоторые компании приходим, мы начинаем объяснять, что такое клики, то есть, там, вообще, обхохочешься. Вы приходите, объясняйте, что такое клики. Они испытывают микрооргазм, говорят, вот, наконец-то пришли умные ребята. Начинают строить рекламную кампанию, основанную на кликах. Потом приходит еще кто-нибудь и говорит, что, ребята, клики-то, на самом деле, это не самый секс. Ну... Надо вот идти куда-то, там, выпрыгивающие... Кляки. Выпрыгивающие, там, форматы, что-то там такое. Нестандарт, прочее, прочее. Тут, как бы, да. Потом, соответственно, жиппери обуваются, думают, что, да, первые нас обманули, вторые, значит, соображают. Потом надо баннеры продавать. Потом приходит третий, говорит, да вы что делаете, все дорого. Идем в социальные сети. Социальные сети – это самое удобное и правильное место. У нас тут вот всякие, все возможные таргетинги. Мы сейчас вас тут... У меня 5000 есть друзей в Фейсбуке, сейчас мы им всем разошлем и улетим в космос. Ну, ну да. Конкретно, там, вот, вашим теткам, там, или вашим девочкам, или вашим мужчинам среднего возраста, мы таргетированно покажем рекламу. Потом приходит еще кто-то и говорит, да это опять все неправильно. В социальных сетях, там, концентрации внимания нет. Нужно делать хороший сайт и хорошую гугл оптимизацию в поисковиках, правильно? Это, говорят, пятый им. Ну, короче говоря, да. Постоянно приходят одни, опровергают мнение других. И, как бы, когда, как... Там есть же такая загадка, да, про слепых, которые трогают слона. И один, трогая ногу, говорит, что слон это столб, другой, трогая слона, говорит, что слон это веревка, а третий, слепой, там, трогает хобот и говорит, что это какой-то шлам. Вот. И все, как бы, по большому счету, их сложно обвинить в некомпетентности, потому что они не врут. Ровно как и сейлзы, которые предлагают купить рекламу в интернете, они никого не пытаются обманывать. Ну... Так что покупать-то надо? Давай свою версию про слона. Нульки из-за этого понятны. Вот. Смотря кому. Хороший ответ, Вася. Молодец. Вася подумал такой и сказал, смотри кому не. Ну, правильно. Нет, такой вопрос, я, честно говоря, вот... Могу сказать одно. Из всех рекламщиков, которых я встречал, никто никогда не желает клиенту зла. Ну, честно, есть разные люди, абсолютно в противоположности, но все, кто ведет какие-то рекламные проекты в интернете, они, всех, кого я знаю, по крайней мере, все, на моей памяти, ведут их честно, добросовестно, искренне думая, что это что-то не стоит пользоваться. Томаса Мора и Кампанелло, что ли, начитался, я не могу понять. Ну, в смысле, ты вот сейчас про рекламщиков сказал? Всех рекламщиков, которых я знаю, они честные и всегда по-честному ведут рекламную компанию. Ну, честно, я тебе говорю, что они целью все-таки ставят клиенту помочь, продвинуться. Ну, потому что, как бы, ну, может быть, это, конечно, связано с тем, что там и деньги, а там они большие. Просто не у всех это в списке приоритетов стоит. Ну, я не знаю, я тоже 15 лет рекламой занимаюсь. Очень часто забывают об интересах клиента, что так не бывает, что ли, я не могу понять. У нас просто программа по тесноку, я не знаю, все, что, давай, ну, хорошо, давай воспоем рекламщиков. Особенно поговорим об их чести, достоинстве. Ну, ладно, слушай, ну, в интернете там 3 копейки денег крутятся, там все-таки стратегическая задача... Там жуликов меньше, да, просто по этой причине сейчас. С жуликом неважно, да, где работать, в интернете или на ТВ. Окей. Расскажи, Вась, вообще, как бы, ну, тебе вот такой вопрос, вот, сколько тебе лет? Чего? Ты что-то так на меня испугал? 27. Смотрит. 3 в курсе. В смысле, ты забыл или... Нет, я к чему... Я вообще никогда не задумывал, сколько мне лет. Ну, ничего, нормально. Я просто, просто эта цифра, на самом деле, очень многое проясняет. Вот, то есть, например, для меня проясняет то, что в интернете вот пришли вот это вот какое-то новое вообще там generation, да, то есть, ну, ну, чтобы... Ну, я тебе, она 10 лет старше, вот так, чтобы понятно было. То есть, вот, для меня это пришли новые молодые, как бы, люди, да, которые, вон, переворачивают этот рынок, там, вверх тормашками, да, там, всякое разное. Вот, и... А что по образованию? Вообще, вот, расскажи немножко о себе, то есть, ну, это людям будет очень интересно, то есть, вот, где ты родился, это вот важный вопрос, очень много инсинуаций на эту тему. Вот, я знаю, что ты родился в Казахстане, правильно? Ну, я родился в Павлодаре, там жут мои родители. И школу я закончил 10 классов там. В Павлодаре? Да. А потом, потом меня пригласили учиться в школу-интернат при Новосибирском университете. Угу. Ну, и, соответственно, после... А на кого ты там учился? Нет, это был просто 11 класс средней школы. Только если в гимназии номер 3 города Павлодара у меня было 17 предметов, а то в школе-интернате, специализированном учебно-научном центре при НГУ, их было то ли 7. Они были, в смысле, специализированы? В смысле, математика, физика, химия, там, физкультура, русский язык, английский, вот и все. А других предметов не было, а эти давались там в объеме, в разы превышающем образовании, то есть. Ну, и после этой школы я продолжил учиться в Новосибирском университете. Ты в Новосибирске заканчивал? Да, НГУ. Вот. А по специальности? Я закончил экономический факультет Новосибирского университета. Так мило, улыбается, вот я за что люблю Василию, так хорошо улыбается. Но специальность это такая вещь, вообще у меня была другая цель. Я вообще не хотел быть экономистом, хотел сначала быть математиком, потом... Ну, а потом вот как вот поддался эмоции, я же такой человек эмоциональный. Ты понял, что за математику особо денег, наверное, не заплатят? Да как нет? Так, чтобы по-быстрому не заплатят за математику. Там же надо стать профессором, светилом. Да нет, когда учишься в университете, вообще не понимаешь, откуда там деньги или чем ты будешь заниматься. То есть я понятия не имел. На самом деле, мне кажется, что это такая большая проблема. Ну, не большая проблема, но все-таки это такой недочет системы образования, что вот человек учится, да, или когда он поступает в университет, он понятия не имеет, что он будет делать дальше. Да, то есть, ну, вот, по крайней мере... И самое главное, в процессе учебы ему тоже этот вопрос преподаватели не задают. Чувак, ты кем хочешь быть, да? То есть, ну... То есть, ты как бы там что-то там учишь, учишь. Вот мы там сейчас... У нас в университете был предмет эконометрика, который был жутко стрёмный, неинтересный. Ну, для меня был неинтересный. И еще длился два года. Вот, но он был очень такой сложный, крепкий. Оказывается, сейчас тут уже во все это в рекламе используются инструменты. Эконометрика? Да, да. Ну, то есть, экономическое моделирование поведения потребителей и так далее. Ну, и... А тогда я вообще не понимал, где я это смогу использовать, зачем мне еще это надо. То есть, ну, люди говорили, ну, ты учи, да, ну, в общем, лишнего-то не будет. Потом тихо пойдешь. Вот. Ну, и так-то... Окей, ну, закончил вуз, как бы стал экономистом, не очень понимая, зачем. Да никаким экономистом я не стал. То есть, сложно сказать, что я стал экономистом, потому что у нас-то... Не, ну, по диплому написано же экономист. Написано экономист-математик. Вот. Ух ты. Да, соответственно, потом... Ну, потом я начал работать в банковском секторе. И, ну, потому что я не знал, где еще можно работать. Экономистом, будущим математиком. Да, и придя в банк на интервью, меня спросили, чем ты хочешь заниматься. Ну, я, естественно, сказал, что хочу заниматься какой-то чей-кредитом. Потому что тогда, опять, было сложное понять, что же еще делает банк. Нет, ну, были какие-то там виртуальные вещи, там, да, какие-то Vexity, там, что-то еще, ну, там, что ты знал, там, при торговле фьючерсами. Хочу выдавать кредиты, да, но не заморачиваюсь. Но они согласились, да. Ну, там такая была длинная история. Вот. И, ну, и вот, собственно, несколько лет я и работал в банке, пока не начал заниматься интернетом. А как в интернет вообще пришел? То есть, это же, ну, вот, с банка в интернет. То есть, это... Давай несколько впечатлений вообще о банковской работе. Почему? Потому что, вот, у нас сейчас народу, вот, студентов очень много продолжают еще на экономистов учиться. Вот, прям, они еще, по-моему, прямо сейчас учатся. Вот, надо ли вообще в банк идти молодым ребятам, вот, по твоим ощущениям? Ну, смотря в какой банк. Я работал в очень крутом банке. Не в плане его, там, имиджа или статуса, или денег. Средний возраст нашей команды был, наверное, лет 25. И первая запись у меня в трудовой книжке – это «Грузчик». А вторая – руководитель отдела банка. И как раз-таки я возглавил отделение банка, в котором работало около 15 человек. И все были студенты, включая меня. Ну, кроме главного бухгалтера, который поставили с лизой нашими там выкрутасами. Да, да. Вот. И, в принципе, у нас был очень динамичный банк. Он сейчас один из крупнейших российских банков. Развитие шло просто феноменальными темпами. Ну, и под это дело очень много привлекалось студентов. Просто конвейер шел. Принимали на стажировку, на работу. И, ну, это было интересно. Потому что спать никому не давали. Постоянно новые проекты. Я лет 5 работал и каждый год менял свои должности, профессии. Переезжал из города в город. То есть, у тебя такой тренинг там активный устроили. Ну, так это как бы я, конечно, и для банка пользу приносил. Но, естественно, это был тренинг. Потому что, если это было не вертикальное перемещение, то это было персотальное перемещение. Банки давали большую свободу действий. Давали возможность ошибаться, чем я активно пользовался. Ну, это нормально. Однажды я, будучи председателем кредитного комитета, придумал, как увеличить выдачу крупных займов. И, соответственно, логика моя была такая, что если человеку нужно взять в банке кредит 3 миллиона долларов, то, скорее всего, по сложившейся традиции, не потому что так надо, а по сложившейся традиции, он вряд ли приедет в отделение, подойдет к девочке и скажет, Машенька, вот хочу 3 миллиона грина. Скорее всего, он позвонит своему брату, свату, другу, через связи, где-то и ляма взять, да? Попытается хитро войти. Ну, или, по крайней мере, выйти сразу на какого-то. И, значит, я предложил идею снимать меня в рекламе со фразой, вот, есть Василий, звоните ему, вот номер телефона, и, в общем, 3 миллиона долларов можете попробовать получить. Вот, и это было в Новосибирске, мы повешали билборды по городу с твоим фейсом, да, рекламу дали на радио, на ТВ. Василий, который дает 3 миллиона долларов. Да, потом однажды я ехал в лифтинг, сказали, ой, это же вы, там, даёте 3 миллиона долларов. Мне звонили мои родственники, ой, это звезда. Человек, да. Один из наших клиентов сказал, так, а что это там Вася тут висит на Димитровском мосту, давайте мой билборд перед ним повесим. Вот, ну и повешали рекламу коммерческой структурой, с фотографией между другого мужика, который стойкой занимался. Ну, друзья звонили, что, о, слушай, где ты потерялся, давай выпьем пиво. А клиенты не звонили. Вася, не, понимаешь, вот я тебе, почему вот я очень хотел взять, Вася, у тебя интервью, потому что я считаю, что широкая общественность, она просто не понимает вообще всю глубину вот этой твоей личности, вот, шибко интересной, потому что я сколько с тобой встречаюсь, я все время ржу, блин, понимаешь, ну, ты, несмотря на юный возраст, блин, умеешь, вот. Ну, короче, на самом деле, на самом деле клиенты звонили, но не те, кто надо. Звонили и бабушки, которые там стояли в очереди в получении пенсии, да, звонили там недовольные заемщики, которых терроризировал службу безопасности, верни деньги. Вот, ну и, в общем, не те, кто надо. Ну, и тогда были минус хорошие деньги для банков. Ну, а потом, потом моя фотография была заменена фотографией очень красивой девочки. Которую тоже написали, 3 миллиона дают. Да, все было то же самое, только вместо меня теперь уже красовалась красивая блондинка. Ну, и все пошло гораздо лучше, все ей уже звонили. Ей доверяли. Да, и после этого уже такую тему стали делать в регионах разных, и, в общем, это была целая компания, по такому принципу построенная, вот. Ну, и, как бы, вся вообще банковский бизнес, он, честно говоря, мне поначалу был, конечно, очень интересен. Вот, а потом ты уже перестаешь заниматься банковским бизнесом. То есть, когда ты руководишь каким-то подразделением, то есть, не занимаешься там механическим оформлением заявок, а занимаешься работой менеджера, то, в принципе, для тебя уже нет никакой разницы, руководишь ты банком или руководишь ты колбасным цехом. По большому счету, ну, как бы, порядок мышления… Не, ну, правильно, говорят же, менеджер может там, ему пофигу, чем руководить, правда же. Да, и, в принципе, ты, как бы, потом, спустя какое-то время я стал понимать, что вот каждая новая должность банки – это, грубо говоря, вот ты поработал в Новосибирске, приехал в Алма-Ату, и ты в Алма-Ате начинаешь делать то, что делал в Новосибирске, или наоборот, там, да, вот ребята там из Казахстана приезжали работать куда-нибудь там в Москву, и они говорят, вот мы в Казахстане делали вот это, вот сейчас мы то же самое сделаем в Москве. В принципе, ты там просто копируешь свой опыт, немножко там его… Обжечиваешь. Да, там, шлифуешь и, в принципе, делаешь то же самое. И в какой-то момент, ну, мне просто стало скучновато. Вот. Ну и плюс, плюс почему-то у меня была такая конкретная уверенность, что заниматься бизнесом, ну, надо заниматься бизнесом таким инновационным, это все-таки даст больше возможностей. Ну и со своими друзьями, которые тоже в этой банковской сфере работали, мы долго, мы постоянно встречались, думали, какие направления интересны, вот. Ну и таким образом, по-моему, не догадаться, что даже вот тебе 30 с лишним лет, ты уже должен быть человеком таким инертным, правильно? Консервативным. Даже ты пошел в интернет. А что говорить о молодежи, у которой там все неспокойно? Ну, согласен. Да мне все время подвига какого-нибудь хочется, я не знаю. Я от этого очень сильно с одной стороны страдаю, с другой стороны жить-то интересно. Ну, окей, пришел в интернет и, ну, не сразу же как бы стал делать такие большие проекты, то есть там же какая-то там… Да нет, ну почему сразу же? Прям сразу. Ну да. Ну а что? Ну а какие вот сложности, допустим, были на рынке, когда был вот такой стартап Nura первый год? Ну, сейчас я вижу, что сложностей на рынке не было, тогда оказались… Ну, тогда, когда ты ничего не понимаешь, тогда все казалось… Тогда сложностями казались те вещи, которые реально сейчас сложностями не кажутся, а серьезные угрозы-то и какие. А сейчас какие сложности? Хорошо. Ты так теперь не сможешь ответить, потому что эти сложности сейчас еще кажутся сложностью. Сейчас, да, сейчас кажутся сложности. Нет, ну тут сложности угадаешь, не угадаешь. Вот де-факто, когда мы запускали Nura, у нас с самым популярным разделом оказалась ТВ-программа. Вот наш партнер Юрий Зисер, владелец крупнейшего портала в Беларуси Тутбай. Белорусский Тутбай сейчас посещает порядка 800 тысяч белорусов в сутки. В поселении Беларуси 10 миллионов человек. Ну, это много. Вот, и может больше, я, честно говоря, точно не знаю. Вот, и они этим бизнесом занимаются уже больше 10 лет. И они считали, что самым популярным сервисом должен стать поиск и почта. Вот, но де-факто получалось, что у нас никому не нужна почта, никто ее не пользуется, и никто не пользуется поиском. А все идут смотреть ТВ-программу. Тогда это было открытие, ну, для всех участников этого проекта. Ну, ты вот не можешь предугадать, по большому счету, что у тебя пойдет там или не пойдет. То же самое, когда мы запускали социальную сеть. Первые четыре месяца она вот буксовала и никому не было интересно. Потом, когда там ввели там пару мелких рюшечек, которые, казалось бы, вот. Ну, то есть, на самом деле весь сейчас интернет-бизнес – это бизнес проб и ошибок. А вот мы вот думаем, а стоит ли внедрить какую-то вещь? Ну, экспериментируем, пробуем. То есть, это как бы незаметно внешне, да, но на самом деле каждый день мы действуем методом проб и ошибок. Вот у нас можно было в социальной сети там подмигивать и обнимать. Да, вот решили, что надо сделать там опцию угостить баурсаком. Подумали, что это резко поднимет, значит, какую-то вот активность в социальной сети. Ну, и сделали угостить баурсаком. Ну, как подмигивали, так подмигивали. Баурсаком не угощали. Никто не угощал, понимаешь? Ну, вот и… И как бы доводов «за» и «против» там, если решение обсуждается коллегиально, это проще, как бы, это вот там. А стоит ли сделать заголовок жирнее? Мы дизайн стартовой страницы переделали уже четыре раза. Конечно, вот это конкретная такая ошибка, которая… Не знаю, мне ничего личного, но мне вот старый дизайн Нура больше нравился, нежели сейчас. Ну, вот видишь. Правильно, у нас вот так же все и мыслят. Мне нравится. А нас же думают не вправе, нравится, не нравится. В плане, соответствует бизнес-задача или не соответствует. Задача дизайна какая? Увеличить кликабельность новостей, чтобы читали их больше. Понимаешь, ты можешь зайти на новость и прочитать одну, а можешь прочитать 7. Дизайн именно располагает к тому вот сейчас, чтобы читать больше. В принципе, растет читабельность новостей. Плюс задача дизайна сделать так, чтобы реклама стала более заметна. Какой самый популярный раздел на ноль? Ты же знаешь. Ну их два. То есть новости и социальная сеть, они примерно одинаковые. Новости и мой Нур, да, получается? Сколько стоит сделать такой проект? Потому что сейчас же очень много. Я вот гляжу, народа бегает, мечтают сделать такой, как бы, хороший проект. Похоже, допустим, скажем, на Нур и были такие попытки какие-то, да, там, допустим, 2B, по-моему, такой большой портал прям хотели, мощный. Но благословенно туда начало ходить 200 человек в день и он тихо-тихо там сдулся, да, там как-то. Сколько стоит вообще, ну, по твоим ощущениям? То есть понятно, что у вас там какие-то были уже готовые технологии, там, ля-ля-ля, там. А вообще вот я завтра захочу сделать второй, ну, сколько надо на это будет потратить денег? Ну, что у нас? Есть ресурсы, да? Труд, земля, капитал. В зависимости от того, где ты, в каком сегменте ты работаешь, тебе нужно либо больше труда, либо больше земли, либо больше капитала. Вот, соответственно, в интернет-проекте всего важнее труд. То есть я могу предположить, что, да, нужно потратить миллион долларов, и тогда у тебя проект будет реализован. Ну, это как бы... Неправда. Ну, это не основное. То есть гораздо важнее денег здесь команда, которая этим занимается. Поскольку реально даже опытные проекты, ну, в общем, это сложный бизнес, как вот Артемий Лебедев говорит, я не занимаюсь контентными проектами, потому что мне неинтересно бросать 100-долларовую машинку в Шреддер, и думать, что... 100-долларовую купюру в Шреддер, и думать, что она вылетит оттуда с пририсованным нулем. И ровно то же самое. Вот есть, допустим, такой проект NGS.ru, Новосибирский городской сайт. Это как бы портал в рамках одного города Новосибирска. Тоже там порядка 300 тысяч пользователей в сутки, может больше, может меньше. И вот ребята пять лет назад сделали подобный портал в Омске, в Красноярске. Так вот, и Омске, и Красноярске проекты не перевалили за 5 тысяч уникальных пользователей. То есть вот ребята уже имели в Новосибирске мега-успешный бизнес, склонировали его прямо на ближайшие регионы, и там у них не пошло. Ну, причем, я не знаю, почему не пошло, да? Самый интересный рынок сейчас, конечно, Юго-Восточная Азия. Почему? Потому что, во-первых, там уже... Это что такое Юго-Восточная Азия? У меня есть география тоже плохо, Вася. Можно несколько стран, чтобы зацепиться? Тарас. Как? Ну, в Таразе не было. Вася жгет. Нет, ну что... Юго-Восточная Азия, Тарас и Чемкен. Вася, ну... Не, ну если говорить о рынках, то самый роскошный рынок, это, конечно, вьетнамский. Вот. А что там хорошего? Там Хо Ши Мин, да? Что 80 миллионов... Вьетнамцев? Слава Неруши. Не-не, серьезно? 80 миллионов вьетнамцев есть во Вьетнаме? Ну, там, наверное, не только вьетнамцы. Там, наверное, есть и... И тех, кому-то сочувствуешь, и... И даже русские там есть. Евреи, да, бля? Не, ну они везде есть, Вася. И там есть, в принципе, интернет нормальный развит. Кстати, ты кто по национальности? Да, вот это надо, по-моему, спросить. У тебя надо. В паспорте написано русский. Да, понятно. Ты думаешь по-другому? Да, да. Мы, русские, должны помогать другим. Вот. А в этом в Азербайджане вы, да, открыли уже прямо? Нет, в Азербайджане это не наш проект. Как он там назывался? В Азербайджане мы продали лицензию на использование кода. Вообще, выход в другие регионы это всегда риски, которыми ты не управляешь. Пока ты не живешь в Азербайджане, ты же не можешь делать бизнес в Азербайджане. Правильно? Поэтому выход в другие страны, на самом деле, это такая утопия, которой лучше не заниматься. То есть, чтобы ты поехал в другую страну делать успешный проект, тебе нужно ехать туда самостоятельно. Потому что инвестиции в интернете это инвестиции в людей. То есть, опять, почему риск? Поскольку, если ты делаешь передачу по чесноку, то ты закупил лампочек. Лампочки купились чудом на 40-й программе, чудом. Я удивляюсь, что микрофон не падает, обычно падает. Делаешь бизнес. Если, допустим, завтра ты решишь, что проект пора свернуть, ты, по крайней мере, перепродашь лампочки. А зная тебя, ты их еще и дороже перепродашь, чем ты купил. А если ты делаешь интернет-проект, ты просто инвестируешь в зарплату менеджера, которые у тебя работают. В зарплату программистов и так далее. И если ты решишь свернуть проект, то ты уже ничего обратно не вернешь. Поэтому надо либо все контролировать... Так мало проектов в казнате успешных, но зато много счастливых программистов ходит. Так это стандартная тема. То есть в интернет-проекте можно заработать либо на выходе, условно, когда он станет у тебя успешным. Либо на входе. Что редко. Либо на входе, что, собственно, большинство проектов и демонстрирует. Не, я вот прям много вижу, что берут 200 штук там у кого-нибудь. Говорят, сейчас улетим в космос. В Камбоджу, в Камбоджу. Ну, так что... Ну, сложный бизнес. То есть ты инвесторам сейчас пока туда не советуешь идти, как банкир вообще. Инвестор должен инвестировать не в страну, он должен инвестировать в людей. Не, ну и вообще... Мы про интернет-бизнес сейчас говорим. Вообще вот в Казахстане. Давай, все, забыли про Вьетнам. Да, в Казахстане вообще полно уникальных возможностей. Просто в Казахстане также помимо уникальных возможностей полно уникальных ребят. Короче, казахстанцы, это молодежь казахстанская, это вообще феномен. Ну, давай, интересно. Ну, то есть она отличается от молодежи белорусской, украинской или российской. От чем? Ну, вот простой пример, да. Висела у нас новость, что требуется менеджер по продажам. Вот в одну компанию. Это, да. Рыжать какой-то наполнен зависит. Да. Причем... Задача была следующая. Создать какую-то креативную идею и выслать на email HR. Победитель, значит, получит право работать. Вакансию. Вакансию, да. 10 тысяч человек новость прочитала. Больше 100 человек откомментировала. Типа... Двое прислали задания. И все, кто комментировал, писали следующее. Вот, аферисты хотят наши идеи быстренько украсть и потом на них заработать. Жулики, так нельзя. Сейчас прям я вам... Давайте деньги, и только после этого я вам что-нибудь придумаю. Ну, то есть, то ли у них родители слишком обеспеченные, то ли, может быть, действительно у нас-то в Казахстане уровень жизни повыше, чем там в Нижнем Новгороде. Вот, и не знаю, с чем это связано, да. Но люди очень амбициозные, высокую планку себе ставят. Это, в принципе, неплохо. Вот, но когда уже это переходит границы, немножко это потом падать больно, да. Надо все-таки отдавать себе отчет, что ты рискуешь, не рискуешь. И то же самое про интернет-бизнесы, да. Потому что приходят команды и никого не слушают. Потому что я говорю, то есть, ошибиться очень легко. И сам, не знаю, тебе может казаться все правильно ты делаешь, а может казаться нет. И начинаю делать сайты типа о рыбалке. Понимаешь? Или, например, там что-то еще, какие-то проекты, которые, ну, заведомо не пойдут. Или, там, начинаю делать какие-то местные, там, локальные, там, я не знаю, поисковики. Ну, а ты вот же, я абсолютно не сомневаюсь, что ты очень грамотный товарищ, что у нас. А вот куда сейчас нужно идти в интернет-нишах? Такой вопрос. Вот, начнем, начнем с двух параметров. Первое, значит, первое, что важно, собрать аудиторию. Второе, собрать деньги. Теперь, значит, начнем, тебе ближе деньги, давай начнем с денег. Это мне говорит Ульянов. Хорошо, Вася. Да, да, давай начнем с денег. Соответственно. Я буду этой меркантильной сволочью сегодня подстанавливать. Хорошо. Интернет отъедает деньги у кого? У прессы, по большому счету. Да. Пресса самая дорогая из медиа. В принципе, у нее аудитория падает, телек-то продолжают бомбить своим взглядом. А прессу – да. И вот, соответственно, очень близко пресса и интернет. Что у нас в прессе есть? Есть ли казахстанский журнал о рыбалке? Наверное, нет, да? Ну, есть, но такое… Ну, считай, что нет. «Ветер странствий» называется. Ну, он обо всем там… Да. Ну, то есть, есть ли какие-то местные локальные журналы есть? Например, амоги, да? Или какие-то такие… Ну, вот, нишевые, да? То, как правило, они… Если и дышат, или живут, или процветают, то не потому, что… Это так вот, так все здорово и сабсистемные преимущества. Потому что у них есть какой-то там классный владелец, который там со всеми там… И у него стабильное кэшло. Да? А вот так, чтобы это был системный бизнес, который там независимо от того… Дружишь ты со всеми… Дружишь ты там, не дружишь. Вот, например, как Яндекс, да? То есть, если сейчас сменится там руководство Яндекса хоть десять раз, от этого, видите, он меньше зарабатывать не станет. Правильно? Ну, не совсем так. Ну, наверное, у Яндекса так, допустим. А вот возьми с айфонами, да, вот этот… Чел ушел, и акции тут же упали на 7%. Ну, сейчас поднимутся, ничего страшного. У Яндекса нет такого. Смотри, стратегические, а не тактические вещи, да. И тут… Айфоны как продавались, так и будут продаваться. Apple зарабатывает на продаже вот этих вот чехольчиков для iPad 2-го больше, чем все остальные производители на планшетниках. Ну, понимаешь, как магнитная такая хрень, бросаешь, она тебя закрывает iPad 2-го. Не знаю, у меня нет iPad 2-го. У iPad 10 чехольчик, он стоит 10 000 тенге. И вот Apple зарабатывает на чехольчиках больше, чем все там Samsung, HTC на всех своих планшетниках. А что, Китай не подделывает? Ну, не знаю, пока нет. Ну, может, и подделывает. А на продаже айфонов они зарабатывают больше, чем зарабатывает вся компания Nokia на всем. Ну, тут, конечно, руководитель у них талантливый. Ну, так вот. Как минимум. Интересно, что есть системный бизнес, а не карманный. Ну, хотя кому как. Кто-то живет такой, есть же люди кайфуши, есть люди, которым не очень интересно там обалдеть, а интересно вот работать. Так вот, системный бизнес, если говорить, он в нишевых таких вот сферах сложно развивать, потому что, во-первых, он недоступен для денег, ввиду того, что денег на рынке не очень много. И он, его сложно контентно продвигать, ввиду того, что нет языкового барьера, да. То есть, ты вот говоришь, допустим, на узбекском и можешь читать все узбекские СМИ. Но ты еще и на русском говоришь, соответственно, ты можешь разговаривать и читать и российские сайты, которые, ну, то есть, в легкую перекроют тебе любой ресурс рыбалки. Вот, поэтому все, что должно делаться, должно делаться в таких вот сегментах, именно в тех сегментах, которые россияне скопировать не могут. В прошлом году мы пытались заслушивать, ну, заслушивали ребят с идеями по стартапам. То есть, в этом сейчас вот Костя Горожанкин делает стартап-конференцию. Очень любопытно, что он там сделает, потому что я после прошлогоднего такой попытки понял, что все очень грустно. То есть, идеи, которые предлагают ребята, в большинстве своем, ну, совершенно не реализуем. Какие-то чаты, видео-чаты, ну, и так далее. А что надо делать, так хороший бизнес – это электронная торговля. Электронная торговля, ну, и те сегменты, где еще… Ну, вот, классный пример, вот, всем рассказываю, да, про российские спортивные издания. То есть, какая самая популярная российская спортивная газета? Без малейшего понять. Что, ни разу не был в Москве? Ну, и что… Ну, что, все читают «Спорт Экспресс», ты же… нет? Нет, я далек от спорта, мне насрать вообще. Видно, ты что-то прибавил. Что-то в этом спорте, да. Ну, нет, да, ну, я не хочу в смысле «Спорт Экспресс». Ну, короче, «Спорт Экспресс», «Спорт Экспресс» зачитывались ей раньше все. Когда пришла эра интернета, в интернете появились ресурсы «Спорт.ру» и «Чемпионат.ру». Вот, и теперь все спортивные события освещаются на этих сайтах. Да, «Чемпионат.ру» еще обладает эксклюзивной программой трансляцией еврокубков. И, короче, вообще у него все шоколадно, денег больше, чем у всего остального спортивного сегмента. И теперь уже, когда «Спорт Экспресс» сделал какой-то свой сайт, уже потом… Уже все. Уже все. Теперь, соответственно, остается ждать заката. Вот, и точно такая же ситуация и тут. У нас все производители… нет, у нас все дистрибьюторы бытовой техники, каких-то электроники в целом, так до сих пор и… толком не вышли в интернет и не начали, системно не построили бизнес по онлайн-торговле. Да и, наверное, не построили. Почему? «Технодом» сделал же сайт. Ну, так сделал сайт – это одно, а начал, скажем, а 10% оборота перевел в онлайн – это совершенно другое. Ну, согласись? Согласюсь. Да, или отстроил систему сервиса. Хотя ходят на их сайт. Одно дело ходить, а другое дело удобно там покупать. Когда тебе курьерчик привезет быстро, дешевле, чем доставка организована. Ну, тут получается, понимаешь, что ты можешь сделать хороший интернет, вот эту часть, а можешь усрать все вот в оффлайновой части. Само собой, да. В оффлайновой части. Сложный бизнес. Вот в Украине есть… Я был в Киеве недавно, и самый популярный украинский интернет-магазин, он рекламируется на ТВ, на радио, на ручке, везде. Дуркует уже потяжелое. Ну, владелец магазина ездит с охраной. В Киеве так это мода. Да, да. Но он отъел. То есть все эти типа Техносилы, Эльдорадо, то есть наши Технодомы и Сулпаки, они уже сильно уступают. И вполне возможно, что и здесь найдется кто-то, кто такой проект сделает. Ну, либо это сделают сами торговые сети. Ну, и что касаемо каких-то нишевых проектов в сфере онлайн-продаж, ну, так это опять-таки бездонный рынок. Уже ежедневно в Казнет заходит 3,5 миллиона человек. Ежедневно. Понимаешь? То есть уже там много. Уже там можно… Вчера я встречался с парнем, у которого небольшой магазин по продаже мобильных телефонов. Ну, магазин выглядит скромненько. юзабилити тоже скромненько. Ну, вот парень сам сделал, что было там. И, тем не менее, там 3-5 телефонов в день уже продает, нигде не рекламируется. Только вот в каталогах присутствует, в каких-то там агрегаторах. То есть я бы воспринимал интернет-торговлю как ключевое направление развития. Ну, и ты не зависишь от вот этих всех рекламных инсинуаций. Ну, что с этими… Расскажи, а ты как бы играешь в рекламном этом рынке, ты в нем причем достаточно активно играешь. Расскажи вообще, что сейчас происходит. Наплодилось вот этих селс-хаузов. Просто селс-хаузярня какая-то, понимаешь? Я не знаю, все банчуют этими баннерами. Да, там кто-то пытается уйти в спецпроекты. Кто-то пытался уйти в спецпроекты, да бросил это огневое дело. Расскажи свою вот эту картинку вообще, что происходит сейчас вот в сфере купи-продай в интернете. То есть, ну, как бы, у тебя же много. Ты вот, мы с тобой когда в частном порядке разговариваем, у тебя очень много мыслей на эту тему. Ну, смотря что тебе, ты для кого делаешь передачу? Вот у тебя сидит молодежь там из Караганды. Вот какая вообще дело до того там? Кто там? Ну, ей интересно. То есть, ну, она, может быть, этот кусок слушать не будет, а сидит сейчас куча людей, которые играют на этом рынке. Им очень интересно посмотреть видение Ульянова, как бы, на этот рынок. Сидят сейчас менеджеры компании, да, которые завтра пойдут на этот рынок. Шибко интересно вот это послушать. То есть, что творится. Ну, вот я тебе могу там для затравки, пожалуйста, что, как бы, люди поперли в продаже интернетовые, да, то есть, с теми медийными, как бы, фенечками, которые у них сложились в телевидении. Да, то есть, вот те, кто много торговал телевидением, радиом, да, то есть, они создали, как бы, эти интернет-торговые дома, да, то есть, по тому принципу и подобию. Но это, блин, не совсем работает, вот как я погляжу. Потому что, как бы, все по-другому у нас, допустим. У нас также, вроде бы, 10 площадок, как и 10 каналов. Ну, вот, по большому счету, да. То есть, но с площадками сейчас они принадлежат все разным людям, и поэтому с ними сложнее договориться. Вот с каналами легче, но договориться с одним Сафоновым, и все хорошо будет. Но Сафонов не даст тебе заработать столько, насколько ты нахлобучиваешь площадки. Не, ну... Поэтому... Вот так тут... Ну, расскажи просто картинку свою. Ну, рынок варварский. Вот, давай, давай, вот хорошо, варварский рынок, давай, еще какой. Прогнозировать на нем я бы не решился, ну, ничего. Почему? Почему варварский, то есть, что там, варвары? Ну, вот так люди сами того не понимают, понимаешь, и... Ну, объясни, почему варвары? Ну, потому что... Вася, ну, ты расскажи, ну, что тебе клещами все тянуть, блин? Ну, хорошо. Тебя, как вот за кадром послушать, да шибко, хорошо, вот это вот... Я стараюсь не материться. Да нет, ну, можешь, почему? У нас можно, видишь, курить, можно материться. Хочешь, пожалуйста. У нас же интернет-программа, что ты переживаешь? Так вот, я связываю это с тем, что люди, которые в этом бизнесе вращаются, они полны энтузиазма, но не все обладают достаточными знаниями. И не все даже стараются эти знания получить. Вася излагает. Ну, ну, давай, давай, здорово. Ну, вот кого ты знаешь из наших, из своих знакомых, кроме там Ляхова, который вот посещает конференции российские, именно, я не говорю там о наших местечковых, а именно какие-то серьезные конференции, где рассказывают об опыте россиян, да, о том, что вообще, как вот, куда, что вот идет. Ну, пару человек, знаю. Ну, пару человек, я тоже знаю, пару человек, понимаешь, а на рынке сколько человек работает? Пару сотен. Вот. И получается так, что если ты продашь какой-то рекламный проект кому угодно, то завтра я приду и твой проект смогу оспорить. Точно так же ты мой проект можешь оспорить. Ну, и что? Ну, и это приводит к тому, что… И в этом есть варварство? Ну, что, варварство заключается не в том, чтобы умело спланировать компанию, дать результат, а в том, чтобы вот в моменте хапнуть. Ну, вот много ли ты знаешь рекламодателей, которые системно тратят в интернете деньги? Нет, нет. Увеличивая бюджеты год от года. Нет, ну, так это все начинается же только еще. Как я их могу много знать? Вот в этом, может быть, так их вообще нет. То есть, ну, исключая, конечно, мобильных операторов. Вот. Да, я тебе хочу сказать, мобильные операторы, они тоже наскоками туда заходят. Ну, вот у них была акция 3G, они все зашли и отметились, а сейчас вот их опять нет. Вот сейчас они куда-то, ты заметил, они сейчас куда-то свистнули с интернета. То есть, все, они 3G как бы продали всем. Вот, сейчас зашел новый Теледва, да, Теледва снова начал там что-то трепыхаться в интернете. Почему? Потому что, ну, надо трепыхаться, он на рынок заходит. Ты вот сам правильно говоришь, да, что если вот рынок, он такой неустойчивый, сегодня ты с этим клиентом работаешь, завтра у него там либо он уволит всех своих сотрудников, либо он там, у него там что-то в голове переклинит, либо кто-то более умело ему продаст, и потом это сменится, потом он вообще забросит интернет, и нет системных каких-то вот стратегий, да, долгосрочных. То есть, вот все какие-то вещи происходят акционно, и поэтому все, кто торгует интернет рекламой, все их предложения строятся на том, чтобы вот раз, быстренько, в моменте, отрубить кусок бюджета пока возможно, и дальше там хоть трава не расти. Конечно, выглядит все это более комфортно, да, и даже, может быть, в головах это как-то по-другому откладывается. Но так, чтобы, если ты, скажем, ну, я понимаю, как, допустим, идет медиапланирование на ТВ. То есть, да, там годовой план, какие месяца мы какие там бренды запускаем, да, вот в этом месяце мы будем рекламировать там такое-то пиво, да, вот в этот месяц мы будем рекламировать такое-то пиво, а вот наши конкуренты делали вот это, и поэтому сейчас мы будем вот… Короче, прям, если, ну, я, к примеру, на примере какого-то там пивного бренда, да, производителя пива, вот они прям знают, что они будут делать в следующем октябре. То есть, они, возможно, уже сейчас готовят стратегию на следующую осень и понимают, с каким объемом они будут заходить, в каких регионах, в какой стратегии. В интернете такого не происходит, и поэтому… Ну, потому что компании до сих пор еще с бюджетом определиться не могут, то есть, элементарно, чего там планировать, если они цифру не могут вычленить, очень многие, какую они планируют. Да, цифра эта производная, понимаешь, потому что нет вот понимания, что там, что на рынке происходит. В принципе, и это и логично, потому что и сайты. Сегодня у тебя там два человека ходят, завтра у тебя там 200, да, то есть, и ты вот сейчас будешь планировать на следующий год, там, может, на следующий год появится более дешевый или более эффективный. Это как бы не проблема рекламодателя. Хорошо, а что делать, это понятно, то есть, проблема существует вот эта. Ну, ничего ты не сделаешь, то есть, ты вот сейчас как бы глупо планировать интернет-стратегию на следующий сентябрь, правильно? Потому что в следующем сентябре появится еще там спиток сайтов, где было бы неплохо также присутствовать, потому что они, возможно, будут более удобные, менее перегруженные рекламой и там, например, более дешевые или с более качественными форматами. Поэтому, само собой, рынок развивается, так он развивается, так любые рынки развивались, в России было все то же самое, да. Поэтому, кому что делать? Ну, по-моему, тебе что, не комфортно работать на этом рынке? Нет, мне нормально. Так, а что? Нет, ну, в смысле, а что? Ну, не всем комфортно. Ну, так вот, надо смотреть и просто... А что? Ну, вот, всем не комфортно. То есть, ну, многим не комфортно там, многим, а мне какая разница? То есть, я это все понимаю, ну, а что теперь делать, да? Надо заниматься просвещением рекламодателей, понимаешь? Понимаю. Каким-то обучением их, понимаешь, совместным. Просвети, у тебя есть шикарная возможность. Нет, чтобы просветить рекламодатели, мне нужны сутки, понимаешь? Вот это, ну, действительно, это же, что там ты просветишь? Что я скажу, покупайте там формат 728 на 90 и желательно поярче. Это все максимум, что можно успеть. Не, ну, мы, кстати, вот осенью сейчас приедут все, как бы там, люди, там закончится отпуска. Все сейчас отправят детей в школу. И мы планируем, собственно, проект по просвещению, скажем, рекламодателей, обучению рекламодателей. Сколько, Вася, сутки ты работаешь часов? Ну, не знаю, наверное, 14. 14. 14. Как давно ты это делаешь? Ну, вот, наверное, в банке так не работал. Вот как начал NUR делать и по 14 часов. То есть можно сказать так, что если вы собрались сделать стартап вообще любой в интернете, хоть и сайт об охоте и рыбалке, который, ну, и постоянно издеваясь над ним. Вот. Ну, это мы понимаем, что это образно, да, что там сайт может быть для филателистов, да, туда же можно внести сайт там для сноубордистов. То есть это одинаково будут посещаемые сайты. Можно ли так сказать, что 12 часов, 14 часов рабочий день – это просто гарантированно, без этого невозможно сделать никакой интернет-проект? Ну, если у тебя есть уйма денег, и ты можешь позволить себе наплодить штат там в 50 человек, ну, то, наверное, ты сможешь избавить себя, да, от такой нагрузки. Ну, тут еще есть… Ну, ты из жадности их не плодишь, да? Какой штат он нужен? Да нет, ну, нет денег у нас. Ваш убыточный проект. Ну, то есть сейчас там более-менее около нуля там, может быть, удастся осенью топтаться. Расскажи, что он вышел на первое место в Count Zero, потому что это очень интересно людям, то есть чего он вдруг стал, как бы, ну, объясни. Потому что ты вот мне объяснил, мне стало понятно, почему он вышел. А что я тебе рассказывал? Ну, ты мне рассказывал, что нормальную работу провели по поисковой оптимизации, то есть и платите много денег, чтобы это случалось. Да нет, ну, это не только это. Мы эту работу ведем постоянно. У нас есть там, помимо поисковой оптимизации, мы делаем сервисы, которые люди просто посещают. То есть сейчас у нас… Мы сейчас вот в офлайне начали рекламироваться, да, у нас вот есть размещение в прессе, на дисплеях электронных, да, в магазинах. Да. Значит, в торговых центрах, в бизнес-центрах. Сейчас билборды будем вешать. Я по Google Analytics у нас за вот 8 месяцев 2011 года было 5 миллионов казахстанцев. Ну, то есть вот так показывает счетчик. Сейчас в год? Ну, вот за 8 месяцев. За 8 месяцев? Да, всего уникальных пользователей нам было 5 миллионов. То есть так или иначе, большая часть жителей страны, которые пользуются интернетом, хотя бы разочек была, да, на нашем сайте. Поэтому теперь как бы все дальнейшее продвижение в рейтингах, оно исключительно за счет двух вещей. Улучшение сервисов текущих, чтобы люди, ну, оставались. Ведь многие там пришли, посмотрели, ну, и ушли. И ушли. Да, поэтому надо улучшение текущих сервисов, чтобы они оставались. И второе – это привлечение тех, кто еще в интернете, кого еще в интернете нет. То есть с этой задачей должна справляться офлайн, да. А вот такой вопрос. Нур же, как бы система Нура – это агрегор, да, то есть как бы всего там, то есть де-факто вы же не производите там свои новости, да, то есть вы не делаете там, я не знаю, там, ну, вот, допустим, сайт, который прикольный там про финансы, да, то есть вы просто подключили про деньги, да, сайт. То есть, ну, ну, это невозможно сделать столько контента, это понятно. То есть, но я вот просто слышал такую ситуацию, что люди делают вот новостные сайты, да, как бы пытаются сами создавать эти новости, да, то есть сами делают, держат редакцию 40 человек, вот. А их не сайт, я не знаю, там, по посещаемости, ну, допустим, там, десятый в казнете. А Нур, он правильный агрегор, он, как бы, не создает своих новостей, а правильно работает с новостями других, как бы, информационных агентов, естественно, там, со ссылками, там, бла-бла-бла, да, то есть, но он не платит сумасшедших зарплат журналистам, вот. Вот как можно, вот, что сказать этим, которым обидно, что вот они держат эти редакции, да, то есть, вот представьте, сколько эта редакция народа хавает по новостям. Ну, кому обидно? Тем, кому обидно, они по 14 часов в сутки не работают, вот так, между нами. А тем, кто работает по 14 часов в сутки, им не обидно, да, и те новости, которые мы берем, мы берем их же по обоюдному согласию. Нет, нет, Вася, никто не говорит, это, это все понятно, то есть. Ну, так вот, это просто другая модель, понимаешь, если у тебя есть редакция в 40 человек, то размещаться на Нуре, это значит, помогать своему сайту расти, потому что, так или иначе, там, ты присутствуешь в качестве бренда, да, эти все ссылочки, кнопочки, да, так или иначе, ты там конвертируешь трафик, вот, и так или иначе, у тебя другая бизнес-модель. Нет, а какая вот с твоей точки зрения правильная? Нет, и так все правильно, просто Нур никогда не сможет продавать рекламу, скажем, по таким ценам, по которым сможет продавать ее Лента.ру, понимаешь? То есть Лента.ру продает рекламу, вот, если говорить на Казахстане, я сейчас, может быть, не вспомню, но 5 тысяч тенге за тысячу показов, понимаешь, или там РБК. Вот РБК в России зарабатывает на рекламе сравнимые деньги с тем, сколько зарабатывает Mail.ru, понимаешь? Сайт. Да, но причем там, естественно, он там в 10 раз меньше, в разы меньше, чем мыло, да, и у него там в разы меньше сервисов, ну, и у него там, да, сидит такая штатная редакция, а у мыло она не сидит, но просто у них другая модель, и на новостном сайте, естественно, реклама стоит всегда дороже, потому что там аудитория четко профильная, четко за новостями, да, а у нас там ходят и за новостями, и за спортом, и за девочками, да, там, в смысле, за знакомствами, и за чем хочешь, и за объявлениями, то есть тут как бы смешанное, это то же самое, что сравнивать, ну, а что, а телеканалы, что там, то же самое, это просто, ну, это, когда ты не можешь создать продукт, который можно монетизировать, ты начинаешь винить кого-то в своих ошибках, а это просто другая бизнес-модель, и, к примеру, если смотреть, опять-таки, включать кругозор и смотреть, например, на ту же самую Украину, то там вот эту самую, сейчас, конечно, продал Джет Санна, да, свои активы, но там один из самых успешных интернет-холдингов как раз-таки аккумулировал в себе и портал bigmir.net, и тут же издание, где были свои журналисты, корреспондент.net, то есть человек успешно, ну, монетизировал две модели, у него есть и портал, который зарабатывает деньги, и тут же издание, которое делит само контент, и это делает совершенно просто разные бизнесы, разные модели, и, в принципе, на самом-то деле, я думаю, что все-таки, возможно, мы тоже к этому перейдем, и будем выводить новости вообще в отдельный домен, или в отдельный проект, и будем делать их сами. Вот так вот. И там уже будет большая там редакция, бл-бл-бл-бл-бл-бл. Потому что да, потому что это, то есть, но это делать тогда, когда у тебя на рынке есть достаточно средств, то есть достаточное понимание интернета рекламы, да? А мы можем так говорить, что сегодня людям можно идти в интернет, там неплохие заработки, Ну, вот я имею в виду для сотрудников по найму. И не для сотрудников, для фрилансеров. То есть, вообще, ты бы посоветовал эту интернет-отрасль людям для заработка денег. То есть, не знаю, все же старались, когда был кредитный бум, попасть в банк. То есть, сейчас, не знаю, интернет-бум-то нет, но молодые люди нас на Uvision смотрят. Надо им идти в эту отрасль, в эту индустрию. Может, там денег заработать. Насколько это перспективно? Ну, перспективно для тех, кто талантлив. Вот в чем загвоздка-то. Сейчас реально, ну, то есть, еще почему, допустим, рекламные агентства неохотно продают интернет? Потому что у них нет людей, которые интернет продают. Понимаешь? Уметь надо продавать. Да. И поэтому, если ты станешь, скажем, профессионалом в области продаж интернет-рекламы, то ты, вполне вероятно, будешь зарабатывать больше, чем тот, кто продает, там, ТВ. Даже при том, что бюджеты интернета и телевидения не сопоставимы. Просто потому что тебя перекупят за счет того, что... То же самое, если говорить, например, о программистах или о каких-то там профессиях. Ну, то есть... Ну, вот, например, мы видим сейчас, дорогая будет однозначно профессия менеджер проекта. То есть, когда мы, допустим, с каким-то клиентом, все, он уже к нам пришел, мы с ним законнектились, но там же нужно будет вести очень много, там, собирать в кучу целую мозаику, да, то есть, потому что это же все складывается, там, из тысячи компонентов. Давать людям очень много команд. Сегодня этих отправили на съемку. Тут же айтишник, особенно, когда мы ведем проект в режиме онлайн, то есть, там его прям надо вести, его надо читать, нужно быстро реагировать, да, на отклики. То есть, вот, мне кажется, что вот такие менеджеры, я их мало вижу вокруг себя. Мы сейчас вот их лепим... Ну, то и дело, что если человек способен менеджировать какую-то компанию, которую вы придумали, то, в принципе, вот этот человек способен и, не знаю, управлять стоматологией. Ну, то есть, поэтому, конечно, да. То есть, ты можешь сказать тогда... Просто рисков меньше, да, вот, в менеджировании, там, какой-то рекламной компании, поэтому можно брать молодежь. А так, это, конечно, хороший челлендж для тех, кто амбициозен. Потому что, де-факто, да, можно вот начать нам с рекламы телефонов и какого-нибудь там спецпроекта с его аккуратовства. Если ты успешно его, там, от начала и до конца доведешь, то все, ты вполне адекватен, чтобы пойти управлять уже чем-то более глобально. Ну, а по деньгам вообще, вот, какие в интернет-отрасли какие-то зарплаты, вот сейчас, по твоим ощущениям? То есть, ну, там, скажем, я не знаю, там, сколько зарабатывает успешный, там, чел, который уже научился торговать рекламой, допустим, в интернете? Вот сколько стоит такой мальчик? Завтра мы его захотим перекупить. Сколько стоит? Ну, то есть... Нет, это прям цифры, вот, если можно. Я бы лучше не о продажнике рекламы поговорил, а, например, обо менеджере проекта. Ну, давай, хорошо. Сколько стоит менеджер проекта? Ну, вот, чтобы... Если это будет менеджер, тот менеджер, который способен создать проект и сам его монетизировать, 6-7 тысяч будет стоить. В месяц? По-любому, да. Ну, причем этого менеджера будет, там, 25-27 лет. Ну, это я говорю, то есть, в Казахстане просто таких менеджеров-то, их немного, я их не знаю никого. А если вот... Ну, вот я опять-таки вернулся из Киева, был там, я, конечно, был удивлен такими заработками. То есть, в Украине, в принципе, зарплата ниже, чем здесь. Да. Да, и при этом, вот, там, 6-7 тысяч зарплаты, это не редкость. Для человека, который, там, создает какой-то проектик, его, там, монетизирует, или в рамках большого проекта, обстает какой-то сервис, который монетизирует. То есть, получается, он профессиональный, и ему без разницы, все, ему уже платят. То есть, с того момента, ну, так получается же? Так, да. Не, ну, как он таким стал? То есть, он же с чего-то начинал. Надо работать по 14 часов в сутки. Я же говорю, в юг войте, сука, понимаешь? Ну, так реально, я тебе говорю, что иначе, вот, то же самое, вот, новую стартовую страницу нарисовал, понял, не поперло, перерисовал. И вот так вот ты экспериментируешь, экспериментируешь. Просто у тебя нет времени. Если ты работаешь 8 часов в день, то ты будешь, ну, то, если даже ты зарабатываешь деньги, ты их зарабатываешь не трудом, как правило, чем-то другим. А чтобы заработать их в интернете трудом, надо просто много работать. Потому что сейчас, наверное, это исключительно эксперимент. Как, что, где там переставить, поменять одно, другое функцию, ввести, согласен. Сейчас даже там на, ну, смотришь там, карту кликов, куда люди кликают, постоянно перерисовываешь блоги, сдвигаешь, добавляешь какие-то вот новые функции, смотришь, как люди отзываются, активны, неактивны, понимаешь? Потому что нам часто пишут люди, допустим, вот сделайте себе мейл-агент. Вот все, капец, нур-агент, давайте, делайте. Заваливают нас письмами. А вот бессмысленно его делать. Не будут пользоваться. Ну, не будут пользоваться. Проводили уже эксперименты, не будут пользоваться. Хотя у нас там с десяток людей писало, что хотим этот агент. Понимаешь, ну, и люди постоянно какие-то, ну, предложения посылают, обратная связь, там, в день приходит большое количество писем, что они предлагают. А сколько в день, вот, просто это интересная цифра, сколько в день вот писем в нур приходит, вот всяких там, не знаю, там, начиная там, ну, любых, вот, в тотале писем. Вот, ну, много. Я не знаю, я же сейчас, я сейчас нуром-то практически не занимаюсь. Там есть сейчас директор, который бизнесом управляет. А, ну, я думаю, что 10, 15, 20 приходят. Писем. Ну, там люди пишут, знаешь, такие вещи там, что, что вы за новость поставили? Ну-ка, давайте, снимайте. Пойду сейчас жаловаться куда следует. Министерство писали. Новость мне это не нравится. Часто вообще, да, вот, не знаю, там, какие-то там правоохранительные, силовые органы, ну, у тебя же там новости порой такие бывают, там, всякие, то есть, не бывает. Не бывает? В смысле, всяких новостей не бывает? Нет, ну, не всяких, но таких достаточно острых. Вообще, часто звонят? Да нет. Так острых не бывает. Ну, каких острых? Ну, новости острые бывают, там, я не знаю, убийство произошло, да, там, ДТП, наезд, пьяный водитель, экстремических же новостей нет. Или каких-то еще. Ну, да. Поэтому, ну, тут, бессмысленно на это нарваться. Так вот, реально, я вообще, у тебя-то свои-то мысли по поводу этой программы, а я вот все вынашиваю эту идею, жалко видеть, что она в конце. У меня вот сейчас, я имею возможность ее сказать. Ничего. Наверняка, там, не все досмотрят до конца. Да, ее все увидят. Вот, Сансон, видишь, он тоже. Я бы, я бы, на самом деле, хотел бы получить. Я прекрасно понимаю, что у вас в аудитории много молодежи, кто смотрит, да, и много молодежи с регионов. Наверняка, там, где-нибудь в регионах, вот я вот, просто на своем опыте, да, вот, в Новосибирском государственном университете училось очень много ребят из Казахстана. Ну, поскольку близко, там, да, вот эти все северные, там, Кустана, что там, туда-сюда, Астана, вот, и они все были гораздо более успешные, чем местные. То есть, успешных новосибирцев, их можно перечитать по пальцам. А все, кто приехал из Казахстана, ну, или вообще, там, откуда-нибудь, там, из Южно-Сахалинска, ну, неважно, да, да, то они, как правило, такие, у них, они голодные, и у них получается много работать и успеха добиваться. Я думаю, что наверняка, вот, такие же люди сейчас, где-нибудь, в экибастузе смотрят ваше телевидение и вот думают, ну, как бы мне это сделать. И вот, я бы хотел с собой оставить возможность с такими людьми как-то контакт установить. Потому что, в принципе, ну, пускай они, ты можешь обратиться, пожалуйста, вон, камера, в смысле, скажи, народ, блин, который находится в регионах, присылайте на НУР свои, там, резюме, то есть, мы же, пожалуйста, в чем проблема, то есть, вербу себе, пожалуйста, сейчас. Ну, то есть, да, мне даже нужно не резюме, я бы, на самом деле, с удовольствием бы, по, ну, попробовал бы, вместе с такими людьми делать совместные проекты. То есть, если есть человек, у которого в голове какая-то здравая идея, если человек, который готов эту идею работать, реализовывать, то, в принципе, я бы хотел с таким человеком работать вместе. То есть, понятно, что если ты находишься в экибастузе, у тебя нет, ты не имеешь возможности, да, допустим, найти себе вот, там, точку опоры. Вот. Ну, пускай 5 тысяч тенге потратят на билет до суда при 1000 здесь точку опоры. Кто ему не дает? Не, ну, конечно, это же рискованно. Я бы допустил... Ну, что рискованно, Вася, что там, какие там риски, я тебя умоляю. Особенно для молодого мальчика, ну, снял за 200 долларов там эту квартиру какую-нибудь, комнатеху, приехал сюда за 6000, там, я не знаю, 500 долларов надо на эксперимент. Вот. А дальше он уже за месяц однозначно, ты же сразу увидишь, это он или не он. Ну, по большому счету. Если ты увидишь, что это он, то ты ему уже следующий месяц уже не дашь с голоду сдохнуть по-любому. Ну, вот если он попер уже, даже может не туда, даже может криво, косо, но ключевое слово, попер. Как же ты ему дашь уже там упасть? То есть, все, и вот, в смысле, ну, я не понимаю, то есть, что они не едут? Ну, нет, тоже не понимаю. Сейчас, на самом деле, можно, любой там интернет-проект, а-ля там, какой-нибудь небольшой интернет-магазин, можно начать зарабатывать завтра. Ну, то есть, де-факто, имея там, скажем, ресурсы для продвижения, которые у нас есть, и пошел, и завтра начал торговать, там, с одного телефончика это 5 тысяч тенге они зарабатывают, ну, 4 телефончика продал, ну, вот, в день по телефончику, вот, тебе уже 1000 долларов есть, там, ну, минус налоги, там, туда-сюда, вот, там, 100 тысяч тебе оставил, сходу. Причем, не копаешь вообще лопатой, зарабатываешь деньги исключительно уже мозгом. Ну, да, да, а потом, ну, дальше, дальше, рынок-то пустой, господи, ну, вот, сейчас этот ЦУМ, понимаешь, вот, все покупают телефон в ЦУМе, глупые же, правильно? Это, ЦУМ точно должен умереть, вот, когда умрет ЦУМ, вот, когда он закроется, тогда, когда интернет будет свистеть, потому что ехать в ЦУМ, не, ну, ЦУМ умрет, как бы, тогда, ну, касательно его телефонов, как одежный магазин-то, он, по-моему, уже умер, то есть, он еще, трепещется, исключительно, вот, в телефонном, да, как бы, сегменте, то есть, он умрет тогда, когда я смогу на сайт зайти, и мне там покажут, и расскажут за этот телефон, так, как делают это девочки в ЦУМе, потому что там, и мальчики, потому что многие там достаточно, очень профессионально, они тут же тебе все показывают, тут же все включают, то есть, они там делают продажу, когда я захожу, и вижу тупую картинку телефона, причем, когда я вижу, я не знаю, 200 картинок телефонов, а торговая линейка, там вот такая и будет, понимаешь, то меня это никак не побудит к продаже, ну, я на нее нажму, нет, а ты заблуждаешься, ну, почему я заблуждаюся, потому что сейчас, каталоги, которые продают телефоны, они добавляют уйму опций, сравнение моделей телефонов, я согласен, по весу, там, и видеозаписи, они повесят, в интернете есть другие варианты, тесты, тест-драйвы телефонов, это все можно туда разместить, хорошо, а теперь назови мне адрес такого магазина, где это все есть у нас, КЗ, вот требуется человек, который бы этот адрес тебе сказал, вот, понимаешь, то есть, как бы повесь там, действительно, куча же блогеров, я же вижу, они тестят, то есть, даже компании сами платят им за то, чтобы они это оттестили, но люди, которые делают интернет-магазин, они это все в кучу не собирают, потому что это надо лазить по сети, это надо нагибаться, понимаешь, это работать, работать, опять же, ключевое слово, а им зачем, они повесили 150 этих моделек, и что, я зашел, я как ничего не понимал, так я сейчас и ничего не понимаю, я пошел в ЦУМ, там комфортная, сексуально выглядящая девочка, понимаешь, там прикасается ко мне, там как-то своими всякими прикольными частями тела, и продает мне телефон, и мне уже как-то лучше ей 120 тысяч тенге, там отдать за этот телефон, то есть, мне так приятнее просто, понимаешь, а в интернете никто не хочет, ладно, там никто не прикоснется, там частями тела, но вы мне мозг мой тогда задействуете, короче, надо делать, Ульянов, интернет-магазин, я вот понял из сегодняшнего интервью, срочно, интересное у нас с тобой такое интервью получилось, такое, мне вот одно немножко жалко, что ты так не говоришь на интервью, как ты говоришь, как бы в реале, то есть, ты сидишь и четко думаешь, что тебе сказать, но давай мы сделаем так, что ты посмотришь это интервью, посмотришь на него реакцию, и мы потом еще через некоторое время еще одно запишем, где ты у нас уже, ну, как бы вот, ну, ты же в обычной жизни вот не думаешь, там, сильно, нет, у кого какая цель, понимаешь, ты же ведешь себя так, как тебе надо, вот мне для чего, повеселить там ребят, у меня цели нет, у меня есть цель совершенно в другом, да, у меня есть цель, чтобы благодаря этому интервью, мы познакомились с какими-то талантливыми парнями, которым интересен интернет, и которые готовы в нем развиваться и работать. Ну, хорошо, пускай парни, звоните Ульянову, если он смог сегодня себя продать, как работодатель, то звоните, то есть, а мы будем продолжать вас веселить, как бы это, давайте всего хорошего, Вася, спасибо за интервью, молодец, что пришел, то есть, веселить тоже надо, это шоу, Вася, шоу, телевидение это где-то шоу, понимаешь, там немножко, ну, надо веселить, это же люди, они же не кошки, им весело должно быть.